Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава книги пророка Исаии, я читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Ну вот у нас речь идет в 20-й про то, что ассирийцы выступают против филистимлин города, а что-то упомянут более конкретно, ну и, соответственно, здесь про, уже в поэтическом, в таком пророческом стиле, про то, как нападают враги, конкретно это ассирийцы, но это можно понимать как некое общее такое известие о врагах на города, на те, кто рядом и ждут израильтяне, когда это коснется их самих. Возвещено о Приморской пустыне, как налетает южный вихрь, как он приходит из пустыни, из земли страшный. Явлено мне грозное видение, предает предатель, губит губитель. Вот пока не ясно, но что-то тяжелое. Поднимайся, Эллам, осаждая Мидия. Это про, вероятно, персидскую будущую империю, потому что Мидия – это те, кто будут вместе с перцами, Эллам – это вот еще восточнее. «Положу я конец этим стонам, потому измучилось мое чрево, словно начались родовые схватки. Я согнулся, ничего не слышу, страшно мне, ничего не вижу. Сердце трепещет, трясусь от ужаса. Ждал я зари, а она принесла несчастье». Такая очень сбивчивая глава, такое ощущение, что он не очень внятно говорит о каких-то ужасах, о том, что он всего боится, что это будет, как это будет. Ну, а чего вы хотите от человека, который описывает свой ужас перед нападением какой-то жестокой и грозной силы? И в то же время все остальные-то не верят, что это опасность. А вот людям свойственно думать, что и так все пройдет, что вот как они привыкли, так будет вечно. Накрывают стол, ковры расстылают, пируют, довыпивают. «Вставайте, князья, щиты свои готовьте». «Вот что сказал мне Господь, поставь дозорного, пусть он возвестит, что увидит, чтобы видеть, как едут попарно на лошадях, на ослах, на верблюдах. Пусть прилежно всматривается, глаз не сводит». То есть, хватит уже пировать, давайте вы там стражу выставляете, готовьте щиты к бою. «Закричал тогда дозорный, господин, я целый день был на страже, в дозоре стоял я ночь за ночью. Вот смотри, на лошадях попарно едут». Кто едет, куда едут, как-то непонятно. И добавил, «Пал, пал Вавилон, оземь его идола разбиты». Вавилон у нас первая страна, которая упомянута в перечне народов и бедствий, что их ждут. Вот, соответственно, пал Вавилон, то есть номер один пошел. Значит, скоро и нам готовится. «Ты, кого на гумне молотил, я и веял, что я слышал от Господа воинств Бога Израиля, то и объявил тебе». О ком это? Даже вот непонятно. «На гумне молотил и веял». То есть, берут зерно, срезанное колосья, рассыпают их и начинают их обмолачивать, чтобы выбить из них зерно из шелухи. И мы как раз читали о том, что вот эти бедствия важны и нужны для того, чтобы избавиться от язычества, для того, чтобы люди обратились к единому Богу. Вот про все эти народы, про конкретно израильтян, трудно сказать однозначно. «Что я слышал от Господа воинств Бога Израиля, то и объявил тебе». Возвещено о Думе. Не о Думе, Государственной Думе Российской Федерации. Дума – это одно из географических названий, связанных с Идомом. «Возвещено о Думе. Кричат мне Сеира». Сеира – это тоже в Доме. «Стражник, который час ночи? Стражник, который час ночи?» Отвечает стражник, «Уже святает, но еще ночь. Захотите еще спросить? Возвращайтесь, спрашивайте». Образ на физическом уровне очень понятен. Часов у людей не было, наручных, карманных и так далее. Электронных тем более. Значит, если человек проснулся ночью, он хочет знать, который час. Ну как, вставать уже скоро или еще поспать можно? И он спрашивает стражника, ночного сторожа, который ходит. Он-то знает, он не спит. И тот ему отвечает, «Уже святает, но еще ночь». «А еще спросить, если нужно?» «Да, пожалуйста, я отвечу». Вот на физическом уровне все предельно ясно. И это ему кричат оттуда из Моава. Нет, все понятно, на самом деле. Моав – это люди, которые сидят в темноте, это язычники. Израиль – это стражник, тот, кто знает единого Бога. И они его спрашивают, который час ночи? Который час ночи? То есть, ну, скоро у нас вставать? Что вообще? Как там происходит? Что во внешнем мире? Это знают только израильтяне. Они говорят, уже святает, но еще ночь. Вот пока вы еще живете в этой ночи, но свет единобожия уже начинает присутствовать в этом мире. А хотите еще об этом поговорить? Всегда, пожалуйста. Я не буду вам проповедовать, но если вы зададите мне вопрос, я на него отвечу. Вот роль израильтян в этом мире. Возвещено об Аравии. Переночуйте в лесу аравийском деданские караваны. Что за лес аравийский непонятно. Что-то в Аравии лесов особых нет. Возможно, какой-то оазис, где много густой растительности. Значит, вот ночуйте там. Вы, кто живет на земле Тейма, одно из географических названий, связанных как раз с Аравией, жаждущему воды подайте. В Аравии это очень актуально. Голодного хлебом встречайте. Ведь они от меча бежали, от обнаженного меча, натянутого лука, от военных бедствий. То есть, в Аравии вы там принимаете беженцев, беглецов от ассирийского нашествия. И все у вас будет хорошо. Так сказал мне Господь. Еще один год, как год наемной службы. Опять этот год связанный с наемническим летоисчислением. Ну, потому что рассчитываются в определенное время годы. И не станет славой Кедара. Не останется в кедарском народе. И останется в кедарском народе немного лучников могучих. Так сказал Господь, Бог Израиля. А Кедар это одно из бродячих аравийских племен. Как раз вот там где-то на границе и дома, и Аравии. Но уже в сторону Аравии. Вот с одной стороны про Идом, с другой стороны про Аравию. Как-то довольно не связано. А смысл понятен. Вот общий смысл, общее настроение понятно. Который час. Уже светает, но еще ночь. Поэтому проявите заботу о беженцах, о людях. А захотите спрашивать, обращайтесь. Обращайтесь в двух смыслах. Обращайтесь с вопросом, обращайтесь к единому Богу. И тогда вы будете понимать смысл всего того, что вот сейчас звучит как набор каких-то довольно бессвязных, оборванных пророчеств. 22-я будет продолжать вот это все. И не очень будет понятно, что и о чем. Но связано по смыслу с 21-й очень тесно. Продолжение следует...